Мы знаем, что сейчас президентом Молдовы стала красивая, категоричная дама, которая сразу сдала тест на Крым, сразу объяснила миру, чьим является с ее точки зрения Крым. И она же однозначно сказала, что российские миротворцы должны регион покинуть. По сути дела, она свои туфельки вытерла об Кремль, и Кремль это вытирание ног об себя уже ощутил. Сам-то он, честно говоря, Кремль легко это вытирание переживет, потому что это Приднестровье ему нафиг не нужно, но это вытирание может заметить электорат. И вот чем, как ему здесь отвечать? Понятно, что все знают, что за история с Приднестровьем. Приднестровье это часть тогда Молдавии, которая руками романтиков, последних солдат империи, зачем-то была отбита, отколото от Молдавии, и теперь никто 25 лет не понимает, что с этим делать. Там доведенный до полной депрессии разложение регион, который, конечно, впишется во все. Там принят закон, который гарантирует вам очень большой срок, если вы где-нибудь публично усомнитесь в освободительной роли России. Там в Приднестровье, наконец, открыли ресторан. Но там ножи, например, в приборе, они предназначены только для того, чтобы отмахиваться либо от крупных мух, либо от официантов, которые стоят, смотрят вам через плечо, чтобы вы не слишком много съели, им было бы что унести с собой на кухню. У них был проведен уникальный эксперимент, введены пластмассовые деньги. То есть даже ни одно африканское государство до такого не доходило. Пластмассовые деньги... Кто-то доходил, мне кажется, какой-то опыт уже был у кого-то. Но так или иначе выяснилось, что фальшивомонетчиками становились, легко становились даже ученики второго класса терраспольской школы, и они прям вот собрали... Вырезали ножничками? Собрали правительство? Нет, отливали. Отливали, штамповали. И показали, как они это делают, когда они за два часа сделали месячный бюджет республики без всяких проблем. Там ведь кто на самом деле успел найти старую советскую пластмассу на разбитых фабриках и ею завладеть, тот и делает деньги. И это был тот редкий случай, когда фальшивомонетчикам надо было, в общем, объявить благодарность за то, что они помогли государству и создали деньги, которые без этого бы ниоткуда не появились, потому что пионеры... Там действительно первым... В общем, это пионеры-герои, я поняла, Александр Глебович. И вот с этим Приднестровьем ничего не поделаешь. Там либо надо будет ворча отступать и что-то объяснять электорату, либо надо будет воевать, что абсолютно невозможно, потому что, когда мы воевали в Приднестровье, я ведь один из тех, кому этот регион обязан своим кошмаром, обязан своей депрессией, обязан своим несчастьем. Я был тем идиотом, который все это в значительной степени обеспечил тогда. Но тогда можно было пробраться через Украину. Тогда украинские погранцы с большим воодушевлением встречали группы добровольцев. Вы были именно добровольцем, не журналистом. Там я был всем. Я был всем. И не забывай, что там были ошметки рижского ОМОНа, которые воевали за них. Там были все друзья. Там была действительно абсолютно сумасшедшая, улетная, романтическая война на тот момент, которую случайно выиграли. Это похоже на нынешний Донбасс, простите? Нет, абсолютно. Нынешний Донбасс это только уголовники, потому что вот тех вот ребят, которых я знавал по Приднестровью или Чечне, давным-давно убили и расстреляли. И, в общем, из всех я остался один только потому, что завязал с этой профессией. Продолжение следует...